Видеоролик подготовлен специально для портала erblo.ru Всем добрый день! Сегодня мы с вами обсудим такой интересный способ умножения чисел графически, как русский способ. Он несколько громоздок, но, во-первых, интересен своей самобытностью. Для него нам, опять же, умножать ничего не нужно. Здесь используется исключительно сложение. Берем два числа, да пострашнее. 300, пускай 80. 1 умножаем на 64, пускай будет. Главное, что мы в нем делаем, это первое число ставим то, что больше, и его начинаем целую часть последовательно делить на 2, в то же время умножая на 2 второе наше число. И нас интересуют результаты второго числа, полученные напротив нечетного значения первого. Вот этот результат нам уже очень интересен, потому что он напротив нечетного 381. Делим дальше, 380. Уходим к меньшему учетному, и его делим. У нас получается уже 190. А вот это мы умножаем, у нас получится 128. Тут нас ничего не интересует. 195, опять же делим, у нас получится 95. Нечетное число. Еще раз умножаем. 256. 94, вернее делим. Получится нечетное 47. 512. Хорошо, что вот попалось нам 64 одной из степеней двойки. Теперь люди, которые любят все компьютерно, им будет чуть проще с умножением на 2 до определенного момента. 47 тоже делим. Вернее, 46 делим. У нас получается, естественно, 23. 23, нечетное 23, которому соответствует 1024. 23, 22, то есть делим. Опять же, нечетное 11. 2048. Которое нас тоже будет очень живо интересовать. Это будет не 11, а 5. Нечетное 5. 4, 6, 9. Ну, тут мы делим двойку. Четную двойку. У нас получится 6. Здесь 2. 9, 9. Тут опять же 9. И двойку делим. У нас последнее, получается, четное число единица. А здесь получается буквально завораживающее. Уже листа на них не хватает. Громоздкость. Это, ну, пожалуй, самый большой минус этого способа умножения. Но это еще не самое веселое. Потому что сейчас вот все эти числа, которые у нас стояли напротив нечетных значений, мы должны будем сложить друг с другом. Начнем. Сверху мне почему-то так больше нравится. Это у нас было 16. 384, плюс двойка нечета, таится пятерка, 4096. Напротив 11 было 2048. Не мог же, что ли, взять числа какие-нибудь поменьше. И вам было бы для примера проще понять суть. И я бы быстрее бы это объяснил. Ну да ладно. Теперь зато я вам покажу, что даже таким способом можно довести все до конца. Так, 512, 256. Напротив 95 у нас было. И последнее это у нас 64. Все это мы складываем нашим любимым столбиком. 10, 20, 30. Здесь остается 4, здесь у нас 3. Едем дальше. 8, 2, 10, 20, 6, 8, Итак, здесь у нас что? Так, тут у нас было тоже. Сейчас еще раз пересчитаю. Да, здесь у нас тоже получается. Тройка здесь пересчитываем. Сюда единица. И вот получается наш жестокий результат. Всем большое спасибо за внимание. Это было сложно, но мы это сделали.